Дорогие коллеги, посетители историко-документальной выставки, посвященной теме предыстории Великой Отечественной войны. Что я хочу сказать вам? Во-первых, хочу напомнить, что вообще-то история – это наука. И наукой историю делают исторические источники – документы. Понимаете, у нас нет такой машины времени, с помощью которой мы могли бы с вами перенестись из современного 21 века на 70-80 лет назад и увидеть своими глазами то, что тогда происходило. А вот архивные документы, музейные артефакты, сохранившиеся, оставшиеся от тех времен, они дают нам уникальную возможность постараться разобраться с тем, что произошло на самом деле тогда. Вот такие выставки невозможно было сделать еще 20-30 лет назад. В рамках советской истории огромная серия издавалась в документах, посвященных внешней политике Советского Союза. Возглавлял комиссию, которая руководила этой работой, министр настранных дел, член Политбюро Андрей Андреевич Громыко. Очень много томов было издано по истории советской внешней политики, а перед 1939 годом собрали том и остановились. И даже авторитета и пробивной мощи Громыко не хватило для того, чтобы этот том увидел свет. А почему? А потому что надо было говорить об очень непростых и сложных событиях, о реальной картине взаимоотношений между Советским Союзом и фашистской Германией, о странной войне, о том, как страны Прибалтики были инкорпорированы в состав Советского Союза летом 1940 года, о зимней Советско-финляндской войне, ну и о многих других реальных исторических фактах. И для этого надо было показывать и документы. Вот тогда, в силу в том числе и идеологических причин, такого решения не было принято, и это не состоялось. Уже в 90-е годы упор делался в основном на документы, которые компрометировали советскую внешнюю политику, и была другая крайность. От плюса, минус. Вот сегодня, в современной России, мы имеем возможность, спустя более чем 70 лет после событий, объединив весь огромный комплекс документов, которыми мы, россияне, сегодня располагаем, а это и советские документы, и трофейные документы, мы имеем возможность рассказать, что случилось на самом деле в 1939-1941 году, не обходя ни одну из ранее запретных тем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова